Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Дзержинске. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. В планах модернизации стояла и покупка блистерной машины, которая используется для автоматического формирования ячейковой упаковки из алюминиевой фольги. Машина автоматически заполняет ячейки таблетками. После заполнения ячейк оборудование запаивает поверхность блистеров алюминиевой фольгой. Основным средством воздействия на оболочку таблеток является влажность. Находясь в индивидуальной ячейке блистера, таблетки максимально защищены. Имеющиеся у нас, иначе говоря, блистерная машина постоянно ремонтировалась, не обеспечивала необходимой производительности и герметизацию таблеток. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня большой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести блистерную машину. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали, производительность 1000 блистеров в час и возможность упаковывать таблетки овальной формы. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки таблеток в блистеры из алюминия, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести блистерную машину для овальных таблеток. Но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя автоматического оборудования для упаковки овальных таблеток в блистеры, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика машин. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудовании, желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных блистерных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины в форме таблеток, планируемых для упаковки в блистер, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки таблеток овальной формы в блистеры, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист предложил протестировать машину, для этого мы выслали образец своей алюминиевой фольги для формирования блистера и сами таблетки. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. Через месяц после заключения договора мы получили автоматическое оборудование для упаковки капсул в блистеры. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата. Конструкции оборудования предусмотрена система работы с рулонными упаковочными материалом из алюминиевой фольги. Оборудование сделано из нержавеющей стали. Управление машиной происходит через систему шки и крана. При нагреве алюминиевой фольги формируются ячейки, затем через бункер с системой распределения овальные таблетки попадают в ячейки. Алюминиевая фольга накрывает матрицу и приваривается нагревом. Мы получаем алюминиевый блистер с овальными таблетками в количестве 7 штук в пластинке. Мы остались довольны блистерной машиной. В будущем я планирую обратиться к менеджеру этой компании за покупкой аналитического оборудования, которое необходимо закупить для производства препарата в желатиновых капсулах. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.